Белогорье В этом есть Ну а соперник Соперник в каком-то смысле привычный Потому что с Сургутом Белгородцы начинали и прошлый сезон Как оно должно все это выглядеть и быть То, наверное, состав Белогоря Виделся несколько по-другому И от этого, скажем так Модельного состава у Белогоря Нет сейчас сразу трех волейболистов На площадке Во-первых, китайец Джан Лидер сборной Здесь определенные ограничения И на сегодняшний день по работе Ну и здесь терпение и время То, что потребуется Белогоря Чтобы своего молодого талантливого центра Сургут наполовину примерно Свой состав обновил Тоже достаточно привычная Обычная ситуация для этой команды Где многие уходят на повышение Ну, кстати, это миссезонье, наверное В каком-то степени Желание усилить свой состав Ну вот На этом водную рейс можно считать Законченный Назову состав Белогоря Мерси И два центральных Сергей Червяков Тринадцатый номер Сейчас здорово смягчил Наверное, заслужил Кто-то сказал С этого надо было бы начинать Но, с другой стороны Об этом никогда не поздно И мы будем много об этом говорить По ходу этого сезона Потому что Вот такое перемещение С площадки сразу Ну, мы знаем Что у Рафель Хабибуллина Свои подходы есть в этом отношении Своё отношение к питанию К определённым, скажем так Отношению к физическому здоровью своему И тот, кто ему следует Для них это вполне нормальное состояние Очень серьёзный прирост Причём на подаче Павел Титюхин Одна из лучших В этом плане расстановок Работает блок И у Белогоря Опять же Все возможности разрыв было увеличивать Здесь выручил Кротков Я вот Слово выручил Обычно Клибера Применяется Относительно защиты Здесь блестящая передача Из трудной ситуации Он сейчас бежит к Волкову За поздравлением Потому что два больших пальца Он увидел на двух руках Главного тренера И именно вот Потому, какую передачу нарисовал После этой классной защиты Классно выстреливает по линии Не будет, похоже, совсем никакой атаки Фри-бол Тут ещё надо было разобраться Кому принимать Титюхин мог первым это делать Вот этой скоростной передачи Так что подача Аль-Хачдади Как минимум пригодилась Ещё раз классно он всё делает Снова без атаки Сургут И Станислав Маслиев Уверенно по линии завершает Вот так получается Работа скамейки А здесь у Белогория Полностью практически новый штаб И ещё и эйц Вот в эту копилку Выносит Мохаммед Аль-Хачдади Такая общая То, что называют Черновой работой в волейболе У этого доигровщика Это основное Может быть и качество Классно работает пока Центрблока в Белгороде Стороны Вспоминаем тут Прекрасные традиции И Кобзарь прошёл Школу Сургута И Павел Панков Так что у Кирилова Наверное хорошее будущее Может быть мы увидим И сегодня его Потому что первый сет У его команды Абсолютно не получился По блоку 4-0 По эйсам 2-0 Понятно всё В пользу команды Выигравшей первый сет Так что вот такой Прекрасный дебют Получился У Александра Волкова В первой партии Второй раз Вряд ли так будет просто Но вот если будут так ошибаться Сургутяне Сейчас Радзад заступает При атаке задней линии То конечно Трудно будет им свою волю навязать Это уж как минимум И после Лондонской Олимпиады Долго залечивал травму Может быть считал Для себя и полезным В этом амплуа поиграть Но вот был такой эпизод И Хабибуллин как раз тот тренер Который Скажем так Ему шанс дал Проявить себя в этом смысле Но Волков все равно Конечно это гениальный Центральный блокирующий То уж как ни крути Но согласитесь Момент интересный Момент показательный И связь между двумя наставниками Есть в этом матче Но есть и другой момент Очень важный Тут получается у нас Тренер с самым большим стажем В российской суперлинике Или вывода На новый уровень Слово реанимации Тоже не очень красивое Для спорта Согласитесь Но когда мы говорим О карьерах игрока Это применяемо ведь Поэтому Давайте тоже не будем Избегать перед этим Наверное То преимущество Которое было в первой партии Вряд ли оно Как-то объяснимо Да с точки зрения Разницы уровня команд Тут в тех составах Которые не вышли на эту игру Как будет у Белогоря Когда все в строй вернутся Мы можем пока только предполагать Едва ли Ну не самые большие возможности имеет Сделал всего-навсего одно Приобретение Вместе с зоне Добавив Лидера сборной Китая Косманович Справляется Китюхин И Быстрое подключение Через вторую зону Маслива Но вот когда Потребитки В четвертой зоне Его там практически Не используют Позволяет прием Быстрый гайд с Масливы Вспоминается Очень талантливое поколение Таких молодых белгородцев Они все в сборной России Молодежной играли Вот как раз 87-88 Возрастал уже Ветеран Если кто-то играет Ну давайте перечислю Так по памяти Сейчас секунду эпизод Суки досмотрим Очень интересный И выигрывает На Белогоре Блоком Иван Потребиткин Так вот Дмитрий Красиков Денис Бирюков Лидер сегодняшнего Динамо Ленобласти Денис Фоменко Денис Лидер сейчас начинает сомневаться Но Фоменко Да мы помним Что Челленджи у Сургута Больше нет Один таймаут Хабибуллин Таким образом Сэкономил Хорошо работает Блок Белогоря Зарабатывает По сути Атаку Ну атаку Такую Сдержанную Скажем В своих возможностях Потому что Тройной блок И Маслеев не стал Рисковать А вот Тройной блок Получается Не помог Мяч Отрикошетил В центр площадки В центр Передней линии Даже если быть Более точным Но это все-таки Мы понимаем Что больше Женского волейбола Относится Так что Вспоминай этот эпизод Понимаем Что ошибка Была очевидной Как и это Здесь мяч Пролетел за антенной После атаки Катича 25-19 Один мяч Из пяти Он забил Причем Мы помним Там Касани Блок Его выручил А так Это ваут В итоге была Так Ротаев Такой сложный Вариант Придумал Ну получается Пригласил соперника К ошибке Давайте все-таки По итогам эпизода Все расценивать Была возможность Наверное И три Касани Сделать У Белогонь Понятно Если бы он не верил В конечный успех Не стал бы этого делать Но в итоге ошибся И вновь цепков Не забил Ну на блоке Он сегодня хорош Вот тут прям Противовес У него Атака с блоком Сегодня Побежал быстро Волков Ему там всего-то Шаг один Его волковский Широкий Надо сделать В этой ситуации А здесь мяч В куб Попадает Ну не знаю Или корректировка Главного тренера Помогла Хороший первый этап Такая широкая зона Старасенко Ну так С предыдущего Сайта Побольше Заставил на себя Мелинжа Александра Волкова Выгранный Это тоже Не в пользу Арбитров Будем откровенны Но в пользу Начинающего Главного тренера И тут же Подача Порошина Вновь становится Слишком замысловатой До приема Он был за 80 Тут не мудрено Было бы удивительно Если бы он сохранялся Может не ограничиться Тремя партиями Очень вроде быстро В линию атаковал Тетюхин Но классно Отзащищались Еще один фритбол Но здесь есть Начинать Белогорию Поработать Я не про этот эпизод Вот несколько Фриболов Все-таки Через касание блока Игрались То есть здесь Можно Маслиев Выигрывает 20 очко И Тетюхин На подаче И вот так Ну наверное На этом Все хорошее Если это вообще Хоть как-то должно Вообще запоминаться Для проигравшей команды В этом матче И закончится Не пришлось даже Трудиться Чтобы матчбол выиграть 25-19 Белогорье стартует С победы В сезоне 23-24 Третий